Всех приветствую и вещает Роджер. Как и было обещано, сегодня я отвечу на все вопросы, которые вас интересовали, все это время начиная с выхода рестарта в 2021 году. Сразу скажу, что я благодарен вам за успех третьей и четвертой части новостей кино, и я продолжу заниматься этой деятельностью вплоть до 2026 года. Ну что ж, хватит тянуть кота за яйца, начнем. Первый на сегодня вопрос задал чувачок с ником Адвенсит. Вот эти твои разговоры о Крапиве 2, это вправду или вброс? Для тех, кто мне не верит, я вас понимаю, я много раз пытался хайпануть и шел на обман, но в данном случае это правда. Я действительно хочу снимать свои фильмы. Понятно, что они по качеству будут не на уровне Местителей, но мне этого и не нужно, это будет чем-то на уровне хобби с заработком. Да, теперь я буду смотреть именно на кассовые сборы, как и другие режиссеры. Если фильм будет убыточным, то продолжения не будет. Что по поводу Крапивы 2, то съемки начнутся уже в следующем году. Хочется побольше поработать над сценарием и реквизитом. Ориентировочная дата выхода – октябрь-декабрь 2026 года. Трейлер будет, но на канале дистрибьютора Far From Home, который будет создан в ближайшее время. Я о нем вас оповещу. В фильме будет очень много юмора, отсылок и прочего. В общем, ждите, я вам не совру. Второй вопрос. Будут ли продолжения старых рублик от чувака с ником За Россию? Давайте сразу определимся. Тот канал остался прошлым. Я уже не тот наимный школьник, который клепал всякое говно еженедельно. С того канала можете отписываться, там больше ничего не будет. Соответственно, продолжение старых рублик тоже не будет ни в настоящем, ни в будущем. Те же лучшие сцены уже конкретно кончились, а эволюция что та, что другая и жила себя. Да и потом, тут канал другой тематики, а не такая лавка узбека, где всего-то побольше навалено. Третий вопрос от Лейки. Будут ли еще фильмы после истребления? Да, будут. Я думал, на какие темы еще можно снимать ультрабюджетные фильмы, и решил экранизировать страшилки о дядюшке. Естественно, со всеми ссылками. Но это будет не скоро, так что будет более смотрибельно, чем кал от 8-летних детей, которые снимают всякое говно на Xiaomi за 2000. Естественно, экранизациями моей работы не закончится. Я придумаю что-нибудь еще. Четвертый вопрос от Кью Эст. Будут ли еще рубрики? Честно сказать, я не понял вопрос. Если ты имеешь в виду новые фильмы, то я сказал выше, что да. Если имелось в виду новости разработки, например, то навряд ли. Разве что трейлеры в отдельной плейлист и саундтрек, который будет на Far From Home. Пятый, весьма необычный вопрос от Финкью. Перечисли все свои телефоны. Да, действительно, был такой коммент по третьей эволюции Windows. И я говорил, что возможно сделаю на эту тему ролик, но руки не дошли. Тогда скажу сейчас. Первой моей трубой была Nokia H305, подаренная мне на день рождения в 2012 году. Он у меня прожил до 2015, пока не начались проблемы с тачклином, из-за того, что он резистивный. Потом на новый год, с 2015 по 2016, мне подарили Galaxy Ace 4 Neo. Этот телефон был не очень из-за лагов и плохой батареи, поэтому в 2017 мне покупают летом Galaxy J3 16 за 10 тысяч рублей. Это один из лучших телефонов за всю мою жизнь. Разве что только памяти было мало и камера такая себе. В 2019 году, 17 августа, мне покупают Huawei P Smart Z, о котором я вам много раз говорил и делал про него два ролика. Один из которых был давным-давно удален. И вот буквально в прошлом году, 16 июня, я покупаю на свои LG V50 с Алика. И до сих пор им пользуюсь. Неплохой юзабельный аппарат. Шестой вопрос от 94. Какие характеристики моего ПК? Если это действительно кому-то интересно, то вот. Да, Celeron 4500, это конечно сейчас воспринимается как прикол, но мне в принципе хватает. YouTube, Google, Filmora, игры тянет. Что еще нужно? Седьмой от PlayBowond. Почему забросил свой канал Tipus? Все очень просто. Я сменил почту, а пароль от той забыл. Потому я никак туда не могу войти, чтобы удалять то дерьмо, что я высирал тогда. Однако с тех роликов можно поржать, поэтому возможно все не так уж и плохо. Blade спрашивает, что будет с Roger Ram 2nd Edition? Ничего, канал так и останется пустовать. Недавно я изменил превью некоторым роликам. И больше не планирую возвращаться туда. По сути, мои фильмы и будут связаны с тематикой хорроров, поэтому считайте, что это некое наследие. Лунтик спрашивает, сколько мне лет? Мне 17 лет, и я родился в 2006 году. Передаю привет всем тем, кто думал, что мне до ОГ еще далеко. Юбилейный 10 вопрос от Райна Гослинга. Перечислив все свои отмененные проекты. Вообще их было очень много, но я расскажу о самых основных. В первую очередь вспоминается про танки LP, по которым планировалась отдельная рубрика с кучей серии. И тизер, и трейлер в конце 17 эволюции был. Однако пришлось отказаться от этого из-за выгорания и закрытия канала Roger. Да и к тому же игра превратилась в то еще дерьмо, и появился Revolution Team Films. Поэтому до этого и не дошло. Другие два проекта из одной серии. Это топ-10 ужасных продолжений фильмов и топ-10 лучших продолжений. Я от них отказался в пользу невыпущенных летсплеев по танков. Третий проект, о котором я никогда не упоминал, это ремейк жутких видео с YouTube, которые должны были выйти летом 2022 года. Даже были проделаны некоторые работы над ним, однако я его отменил из-за закрытия канала. Другие два проекта это ремейк лучших сцен 6 под названием New Best Scenes Raising the Machines, от которого я отказался из-за провалов топов. И лучшие сцены 10 часть 2, которые должны были выйти одновременно с оригиналом. Однако из-за проблем с качеством и авторскими правами я решил забить на этот ролик и объединить его с основным. Следующие два это эволюция Windows 6, сезон поддержек, которая должна была выйти через 2 месяца после пятой, однако я ее в своем графике сначала перенес, а потом вообще отменил из-за сложности реализации и отсутствия новых идей. И то же самое с эволюцией Windows Phone, которую я сначала планировал, но потом забыл про нее. Далее три проекта, которые были лишь идеи, поэтому про них я распинаться не буду. Это эволюция Sega, эволюция Atari и эволюция Galaxy J серии. Ну и последний ролик, который я не совсем отменил, но очень сильно изменил, это новости мира кино выпуск 2. Выпуск 1 я сделал крайне хреновый, поэтому чтобы загладить ситуацию, я решил переделать изначальную идею, и получились просто новости кино. Даня слива твой друг или просто залетный чел спрашивает твой? Это мой друг. И приятель. В общем точно не просто подписчик. RGD S1 спрашивает, почему на самом деле я забросил канал Роджер? Тут все крайне просто, обычное выгорание и уменьшение популярности. Ролики стали набирать сильно меньше просмотров, и что самое главное, часов просмотров, что вы сами можете видеть. По поводу выгорания, тут такая ситуация. То, что я вернулся в 22-м, это уже в некотором смысле победа, ведь до этого я не планировал возвращаться. Далее нафантазировалось я множество различных роликов, о которых я рассказывал выше, но ничего по итогу не выпустил, из-за надоедания данных форматов. А полностью перестраивать канал уже в четвертый раз не будет ни на пользу никому. Scrim спрашивает, что я по поводу войны думаю? Ребят, у меня не политический канал и не пропаганда, поэтому отвечать на этот вопрос я не буду. Следующий вопрос от коллектора. Почему я решил вернуться в 23-м? Просто с 22-го я стал настоящим киноманом, и почти ежедневно что-то посматривал. И я решил снять что-то свое и залить на ютуб, так как это единственная добротная платформа, где можно выкладывать длинные ролики. Сначала я хотел все залить на канал Роджер, но я уже два раза выше сказал, почему передумал, и решил создать новый канал. Вопрос от Макса. Сколько я трачу на разработку новостей кино? Ну знаете, когда как, конкретного времени нету. Новости мира кино я создал примерно за 3 дня. Новости кино где-то за неделю. Новости кино 2 за 6 дней. Новости кино 3 я сделал примерно за дней 5. А вот четвертую часть за 12 из-за загруженного графика. То есть в среднем одна серия создается за чуть меньше недели. Последний вопрос, который мы разберем, задал сынок. Какой твой любимый фильм? Довольно неоднозначный вопрос, на который у меня есть однозначный ответ. Это Ворон 94-го года. Охеренный фильм с охеренной атмосферой, перестрелками и актерами. Также стоит упомянуть Элиминатора 2. Судный день и Кратовка Левского моря. Первую часть. Меньше эмоции вызвали, но все равно шедевры на все времена. На этом все вопросы я закрыл. Те, кто пришел только ради этого, можете дальше идти по своим делам. Сейчас я бы хотел рассказать подробнее о всех роликах, начиная с топа 10 недооцененных фильмов, заканчивая эволюцией Nokia N-серии. Короче, все как в рестарте. Ну что же, давайте начнем. Саму идею топов я в первую очередь подрезал у тул блога. Я думал, что это и есть то, что мне нужно. Однако этот формат оказался сложнее, чем я думал. Первый топ я делал налегке. Тогда я стыдился своего голоса и решил заюзать говорилку. Но получилось так себе. Пусть дебютный топ и вмещал в себе много инфы, и монтаж был неплох. Но голос бота и качество, и тупые фразы из серии «У электро много силы, и он крут» не дали этому ролику взлететь на верхние строчки канала. Однако ролик стал в целом успешным. И сразу я запланировал целую серию, но начались проблемы. Второй топ рождался в таких муках, которые Дэвиду Финчеру даже не снились. Я хотел выпустить переоцененные фильмы через 3 дня. Но тогда была учебная пора, и мне приходилось чередовать уроки и озвучку. Всё дошло до того, что приходилось отказываться от многих изысков. Например, 4К качество, реклама, новый монтаж и многое другое. Пришлось сделать всё по старинке, и эта спешка меня и погубила. Топ-10 переоцененных фильмов стали тотальным провалом, сильной критикой. К просмотру ролика, как ни крути, неплохие. Но приём был просто разгромным. Думал даже отменить третий топ. Но после сверхудачного трейлера «Эволюция Windows 5» я всё-таки решил взяться за новую часть. Чтобы, скажем так, извиниться перед своей аудиторией, было решено рассказать о моих фейлах. Производство шло довольно неплохо. Однако выхлоп после выхода был не очень. Ролик, по сути, был просмотрен около 2700 раз. Ещё порядка 1500 просмотров пришло благодаря рекламе в различных соцсетях, чтобы спасти тот тонущий корабль. Далее мне было не до роликов, ведь я уехал в другой город. И там у меня появились идеи по поводу новой эволюции. Чтобы вас удивить, я решил назвать сей эволюцией 7-50 «New Evolution» и создать преемника. По итогу у меня получилось всё удачно. Пятая новая эволюция стала очень удачной, и я решил сделать перерыв почти на год и выпустить долгожданную эволюцию Windows 5 курс на завершение. Её я делал порядка месяца. Пересмотрел кучу роликов сторонних блогеров, и по итогу это всё было не зря. Курс на завершение собрал больше просмотров, чем оригинал, и был принят очень позитивно. И почти сразу же я решил сделать ремейки первых четырёх частей франшизы. Эволюция Windows Quadrology была слеплена за две недели, из которых почти два часа была потрачена на ремейк четвёртой части, из-за чего многие ругали этот ролик. Но он всё равно стал удачным и получил 5200 просмотров. Далее было решено возродить обычную эволюцию, и была выпущена эволюция Nokia Asha. Этот ролик я делал с особым энтузиазмом, ведь когда-то и я был владельцем одной из моделей. Далее было поглощение своего же второго канала и объединение его с основным. Результатом стали жуткие рекламы 5 Откровений и последняя остановка. Пятую изначально разнесли в пух и прах, из-за чего я её переделал, и она была принята относительно неплохо. А вот у шестой всё было хорошо на всем её пути. И последний ролик на канале Роджер, это 17-е эволюция, а именно эволюция ноги N-серии Undercover. Я её делал как можно быстрее, но пришлось перенести за проблем с паровами. Она получила не очень много просмотров, а именно своих около 1800. Далее я её также раскручивал, как и было с третьим топом. И также довольно неоднозначный приём, поэтому тот канал и остался в прошлом. Ну а на этом всё. На все вопросы я ответил, про все ролики рассказал. Надеюсь, вам было всё понятно. Те, кто должил до этого момента, вы настоящие красавы. Благодаря вам я здесь. Ставим лайки, пишем комментарии и не забываем подписываться на этот канал. Скоро будет очередная серия сериала новостей кино. Скоро обязательно увидимся. Пока. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok